В силу того, что я пошла в папу, меня шатают вообще по разным совершенно отраслям, в частности, там, музыкалка, не знаю, биофак, сейчас я учусь на мехмате, тренирую детей, и как бы в силу того, что все это во мне как-то соединяется, я слышу в свой адрес очень много всяких комментариев, на которые я, конечно, срать хотела, но когда-то они меня цепляли, вот когда они меня цепляли, был написан следующий стих, все. Ты говоришь, Вероника Станиславовна, ваша жизнь полна фавнами равными 300 грамм коньяка и до дна, третий раз, как до дна. Ваша рушится, к слову, вселенная, ваши промахи в колбу бы мертвы, а ты возьми и купи слона. Ты говоришь, милая Верочка, ты должна все больше как девочка быть, а не как матершинный мужик, носить платье, прилежный, чтоб пить, чтобы радовать щита глаза, а ты возьми и купи слона. Ты говоришь, что стишки твои, глупая Вера, что ни строчка, ни трифмы, поэму собралась горячо написать, что с тебя можно зрителям взять, ни бабла, ни кола, ни двора. А ты возьми и купи слона. Ты говоришь, скандалистка Вероника, ты не тренер, ни комильфо занимать, что это правое место, ни жена, ни любовь, ни невеста, сначала роди и будь такова, а ты возьми и купи слона. В ваших словах доминирует грамотность, море величие, лживая праведность и, честное слово, гудит голова. Вы лучше возьмите, купите слона. Пошло по бабскому. А просрач будет? Просрач? Не, ну это долго. Я подожду. Будет другой раз. Который внизу. Я бы обнял тебя, но к тебе с пересадками, нелюбимая ветка метро, две маршрутки, готовить бы завтраки, но к чертям эти пьяные шутки и с обиженной тенью лицо. Я в глазах твоих всё под лицом, жалким трусом, измеренным похотью, засорёнными лёгкими копотью. Но тебе и такое сойдёт. Мне же, честно сказать, всё равно, с кем ты спишь, что ты ешь, откровенничаешь ли, как со мной, или просто молчишь. Приезжай ко мне ровно на сутки, чтобы я не сильно устал. Ты побудешь моей проституткой, я же местом для тыканья носа. Финал. Когда я училась на биофаке, нам рассказывали такую интересную штуку, которая называется эндомикориза. Это, в общем, симбиоз гриба с неким растением, который... Почём? По микологии. Стоимость. А, почём? Ну, как бы там вообще никаких эффектов, но не суть ваша. В общем, в чём фишка? Есть некое растение, которое ж выедает всё самое питательное из гриба, радуется и потом бросает его концерты, как ненужное. Я увидела в этом такую себе интересную аллегорию и родилось то, что родилось. Ты же архидная и корыстная, глубокая чёрная впадина, раною мне на груди, тварь, сука, сволочь, гадина, как у бабкина в тексте. А внутри стены такие клозетные, все как один, твои. Я питаю тебя, взращиваю, содействую вспышкам радости, улыбкам в анфасы душа лицов. Сидишь здесь, как мать бездетная, пакостишь, до утра не смыкая глаз, и не выдавив и словцо, и растёшь. Становишься сильной, заносчивой, километры взглядом охватываешь. Впитало всё от меня, кубометры воды и посадов в греш. Катышки скатываешь моих высушенных ветром слёз. Я стал ненужен. Мы вместе, но врозь, ключицами сладкая изморозь пронзает меня доносквозь. Так сильно отталкивает, что по мне перекати поле. Я один, как двадцать третий, или в неволе, без выхода, а значит, без воли. Всего лишь кто-то, кто был позади. А ты взаперти своего тщеславия, лести, ошибок, обилием шипок, а значит, прокуренных лёгких. Но ты уже можешь дышать. С меня можно малое взять, но ты ненасытна и властна, как море. А я так устал и небрежен немного, но берегу каждый изъян твоей архивной природы.